Кульминацией праздничных мероприятий, посвященных 35-летию города и Дню работников нефтяной и газовой промышленности, стало выступление профессиональных артистов. Перед муравленковской публикой выступили группа Бандерас и певица Нюша. Пообщалась с артистами и зрителями моя коллега Анастасия Попова. Муравленковцы уже очень активно подпевают в любимой группе Бандерас в программе известные хиты и совсем новые песни. Пойдемте узнаем, с каким настроением муравленковцы сегодня пришли в городской парк культуры и отдыха. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как настроение? Пришли послушать любимую группу? Ну, да, настроение супер, день города все-таки. Знаете что-то о творчестве группы Бандера? Слышали до этого? Ну, по радио поет, слышали. Есть любимые, может быть, песни? Ну, вот, наверное, то, что играет. Мне очень нравится, я ждала эту группу. А какие-то любимые песни есть? Да, она хотела пожить на Манхэттене. И все? И все. Я ради нее тут. Группу Бандера знаешь, любишь? Да, конечно, с детства еще, наверное. Какие песни любимые? Манхэттен. И какая? Самая первая? Как она называется? Коламбия Пикчерс? Участники группы Бандера с максимально зажгли на сцене парка культуры и отдыха. Заряд драйва и энергии заставил танцевать не только молодежь, но и взрослую публику под самые известные хиты. Со сцены звучали Коламбия Пикчерс, Дай пять, Манхэттен и про красивую жизнь. Очень круто, очень горячо принимают люди вообще вчера. Вся молодежь, по-моему, была на нашем концерте. Энергетика сумасшедшая. Мы до сих пор заряжены. Сейчас еще хотим подзарядиться чуть-чуть и отдать, конечно, то, что у нас есть. Зритель нереально крутой, потому что у нас даже был какой-то маленький как будто фанатский сектор, потому что там были ребята, которые были на саундчеке. Они маленькие, я видела прям вот всю площадь. Да, и они разрастались, разрастались, и под конец концерта было прям, ну у меня просто свой фланг только. Выступление группы Бандерас стало настоящим подарком для горожан публика и танцевала вместе с артистами и активно подпевала. Это какая-то космическая отправная точка в новую эру, возможно. Мне кажется, зависит от того, как внутри себя вот человек, душа, общество чувствует. Так оно и выглядит, так оно и, в общем-то, взаимодействует. В любом случае, в вашем городе прекрасная атмосфера, много молодежи, куча спортивных тачек вот с такими глушителями. Вот, наверняка есть какие-то тусовки очень прикольные по интересам. Есть люди, которые круто разбираются в рэпе. Вот я в Инстаграме познакомился с чуваком, который мы с ним прошел на прайсе, там полчаса переписывались. Вот, и мы желаем вам, чтобы сохранялась эта атмосфера, дух свободы, молодежи, хорошей музыки. Продолжила праздничную программу российская певица Нюша. Эффектное появление артистки зарядила зрителей с первых минут. Нюша представила муравленковцам часовую программу, в которой исполнила свои самые известные песни. За происходящим на сцене с восторгом наблюдали и дети, и взрослые. Технической организацией выступления артистов в этом году занимались специалисты Тюменского продюсерского центра «Шателье». Звук и невероятные световые решения – это лишь малая часть сюрпризов от устроителей. Рядом со сценой они установили огромные экраны, поэтому происходящее на сцене смогли увидеть абсолютно все гости праздника в парке. И техническая, и творческая группы «Муравленко-24» вели прямые трансляции во ВКонтакте, Инстаграм и на сайте компании. Эфир посмотрели более трех тысяч человек, завершил программу праздничный салют. Муравленко зажег и заиграл новыми огнями и красками. Анастасия Попова, Антон Иванов, Владислав Дроботов, Петр Хаджаев. Новости Муравленко.